Добрый день! Сегодня мы порадуем вас новым видео с нашей любимой речки, которая находится в ближайшем Подмосковье под названием, конечно же, Москва-река. Будем на самом деле экспериментировать, чтобы была разница в ловле, чтобы вам было интересно. Виталик расскажет сейчас свою тактику в ловле, в прикормке, ну и я, конечно же, свою. Здесь много ходят мифов и всего остального, то что нам достаточно пакета прикормки, либо там килограмма пшена, чтобы наловить кучу леща. Поэтому сегодня специально для этих мифов я взял один пакет прикормки и один пузырек ароматизатора. И буду на это ловить и пытаться обловить Юрия. Единственное, что нас будет отличать, то что я буду добавлять чуть-чуть совсем живого компонента. Сейчас Юрий расскажет то, что будет делать он. Я буду делать кардинально другое. Я не буду использовать живого компонента, то есть мотыля. Могу добавить немножко опарыша, но опять же это не важно. Важно то, что во многих регионах трудно купить мелкого мотыля, а прикормку купить гораздо проще. Поэтому я замешаю большой объем прикормки, ну, скажем так, 3 килограмма прикормки. И буду ловить большой кормушкой, чтобы создать большое прикормочное пятно, тем самым приманить рыбу. Ну и посмотрим, у кого рыба будет реагировать лучше, у Виталика или у меня. Выберем специально очень близкие дистанции. Здесь мы уже неоднократно рыбачили. Дистанция примерно будет от 42, я думаю, где-то до 47. Попробуем приблизиться друг к другу как можно ближе. Мы сели неподалеку, ну, где-то сколько, метров? Метров 6-7. Ну, где-то 7 метров между нами, то есть точки будут очень близкие. Надо уточнить, что здесь течения практически отсутствуют, потому что в прошлых видео нам писали, что кто ниже по течению, тот и выигрывает. Здесь это будет нивелироваться, потому что течения здесь отсутствуют как таково. Здесь возле берега яма крутит обратку. И на выходе из ямы, самое интересное место, там немножечко поддувает течение, но оно незначительное. Тут в основном, конечно же, имеет роль обратка в яме. Поэтому рыба здесь крутится абсолютно равномерно. Нету, чтобы она выше по течению, ниже. Здесь просто она, ну, скажем так, крутится, ищет где вкуснее и интереснее. Где вкуснее, где интереснее, и там она питается. Ну и приступим к замесу прикормки. Я замешаю один пакет сладкого леща. Где-то грамм 700 у меня осталось в прошлой рыбалке спорт леща. Где-то 500 грамм спорт реки. То есть у меня будет такой супер микс. И любимую спорт плотву. Здесь в общем количестве где-то 3 килограмма. Я попытаюсь все это за сегодняшнюю сессию скормить. Ну и поймать как можно больше рыбы. Я немножко просею все через сито. Трехмиллиметровое, чтобы все было равномерно. Чтобы все крупные частички выбросить. Ну, на самом деле, в этих прикормках мелкий помол. Ну и не обязательно делать. Почти все прошло. Спорт в Латвии достаточно много конопли. Поэтому вот они видны прям кусочки конопли. Очень полюбившаяся мне прикорка в этом сезоне спорт река. К сожалению, не очень популярная у нас. Но очень эффективная. И спорт лещ. Где-то 500 грамм. Вот здесь вот осталось немножко. Вот так. Ароматизаторов я не буду использовать абсолютно. Просто замешаю большой объем прикормки. И все. Воду я буду добавлять из водоема. Почему мешаю дрелью? Просто все это ускоряет процесс во много-много раз. Достаточно, не знаю, 30 секунд. И прикормка уже первоначального замачивания готова. Теперь я расскажу про свою прикормку. Я буду использовать один пакет премиум леща черного. У меня будет очень темная прикормка. Прям как нельзя кстати подходящая для зимней ловли. Вот. Также я буду использовать такой универсальный аромат, как шоколад. Вылью полностью пузырек прямо в сухую прикормку. Потому что один килограмм и воды придется добавлять очень мало. Поэтому сразу добавим ароматику. И будем по чуть-чуть добавлять воды. Воду я привез из дома. Обычно водопроводная вода. Вот. Будем добавлять понемножечку. Маленький венчик на тебе. И да, взял вот у Юрия маленький венчик. У меня с большим венчиком. В маленьких ведрах не особо удобно мешать. Поэтому будем мешать супер дрелью, супер венчиком. Три капли воды. Прям вообще три капли, да. Как вы видели, я добавил совсем немножко воды. Вот она, скажем, на ощупь она влажная, но не лепится. Поэтому мы добавим еще воды. Так скажем, на ощупь она будет переувлажненная. Но она набухнет в себя, все впитает и будет прям то, что надо. Вот смотрите, вот сейчас вот на ощупь она прям вот сильно переувлажнена. Но так как на улице холодно и она будет долго напитываться, именно поэтому она выглядит переувлажненной. Но пройдет буквально минут 10-15, пока будем выставлять наши вещи. Она набухнет и будет полностью готова к употреблению. Ну, так скажем, к ловле. У меня прикорки много, поэтому воды здесь нужно как минимум, наверное, литр, даже немножко больше. Ну и, конечно же, ей нужно больше времени, чтобы пропитаться. Поэтому я добавляю воду в несколько этапов. Вот это уже второй этап. Я думаю, перед самым стартом придется еще добавлять, потому что прикорка, ну, много пьет воды и сильно увеличивается в объеме. Так как тещения здесь почти нету, прикорку делать очень липкую не стоит. Сделаю ее такой, ну, совсем чуть-чуть слипавшейся. Поэтому вот второй этап, я думаю, еще сейчас немножко впитает. Виталик сказал, что холодно. На самом деле, когда температура близко к нулю, прикорка очень долго настаивается. И, ну, конечно, лучше ее, наверное, мешать дома, накануне рыбалки. Но для того, чтобы все продемонстрировать, мы... Да, вам показать, мы это здесь мешаем. Все. И обязательно мешать лучше дома, чтобы приехать на рыбалку и прикорка уже была готовая. Ну, вот смотрите, вот она уже начинает набухать и начинает уже приобретать вполне нормальный рыболовный вид. Ну, смотри, какая разница у нас. Ну-ка, слепи. Ну, у меня чисто черная. Ну, да. И вот еще одна разница будет. Чисто черная, а у меня такая серо-коричневая. Ну, такого, кстати, вот цвета, как здесь непонятный песок с какой-то... С сылом. Да, сылом. Но вот эта прикорка, скорее всего, на дне немножко посветлеет. То есть пятнышко будет достаточно хорошо видимо для рыбы. А это будет в тон дна. В тон дна, да. И будет именно выделяться живой компонент, которого у Юрия не будет. Надеемся, он читерить не будет. И где-нибудь там из кармашка не будет досыпать. Да. Все, погнали раскладываться. Старт. Я что, зря секундомер, что ли, брал со мной? Так, надо удлинитель привязать. Виталик, у тебя есть с собой леску 0,1? Есть. Выдашь? Смотря как по-профи. Дай леску. Ну, поделать. Нормально? Мне кажется, я уже кормил половину твоего. Объема. Клюнул. Ну, первая поклевка. Так как я ловлю на леску, я не очень сильно чувствую рывки. Но рыба, судя по всему, крупная. Потому что сопротивление сильное. Но зато я уверен в своей снасти. Так как это леска, поводок у меня 0,11. Все надежно. Я думаю, явно за килограмм рыбы. В крайней мере, хочу верить в то, что... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но вот к берегу уже не так сопротивляется. Поклевка была уверенная. Не просто маленькие колебания хвоста, а такая прям уверенная подтяжка. Ну, всплывай. Да, рыба. Ну, активно себя ведет. Вода все-таки здесь, наверное, не такая холодная, как на многих водоемах зимой. Ну да, близко килограмму. Хороший лещик. Как раз и думал о таком размере. Повезло. Для первой рыбы прекрасно. Сейчас я его достану. Попал ровно в губу. Вообще прям ровненько. Вот. Прекрасный лещ. Начало положено. Клюнул на одного опарыша. За самый краешек, чтобы он был живой. И на трех мотыликов. То есть классический бутерброд. В прикормке нету мотыля совершенно. Иногда, правда, кладут на несколько личинок опарыша, но очень-очень мало. Дистанция получилась достаточно дальней. 46 метров. Течение там практически отсутствует. Кормушка 40 грамм. Просто только для того, чтобы забросить. Леска натягивается очень-очень слабо. Почему еще нюанс? Хочу рассказать про леску. Почему я ловлю именно здесь, на леску. Прошлые выезды я ловил на плетенку. И было видно очень много касаний рыбы. Насадки, либо самой снасти. И чувствовалось, что рыба чувствует какое-то сопротивление в снасти и выплевывает. Поэтому в этот раз я попробую половить на леску. Так как в прошлом году в основном все зимние рыбалки и вообще рыбалки по холодной воде на леща я ловил на леску. И был очень доволен результатом. Поэтому на леску лучше ловить. Она имеет какое-то растяжение. Можно поставить более тонкий поводок. Не бояться, что он оборвется при рывке рыбы. Поэтому для новичков, особенно для новичков, я бы всегда советовал пользоваться леской при ловле леща. С плотвой здесь, конечно, уже нюансов гораздо больше. Но в основном все-таки все охотятся за лещом. Поэтому надо на леску. Но первую поклевку я ждал сколько? Наверное, минут. Что я гадаю, у меня же секундомер есть. 20 минут. 6 минут я кормил. И первую рыбу клюнул через 20 минут. На самом деле это не очень хорошо. Потому что если бы здесь рыбы было много, то бы она клевала, наверное, уже с первых кормушек. И рыбалка была бы очень темповая. И нужно было бы много прикорки. Столько, сколько я замешал. Но сейчас темпа, к сожалению, нет. И рыбалка просто высиживаешь и ждешь поклевки. Ну, я думаю, что со временем расклюется. То есть рыба почувствует корм. И будет на него собираться. И клевать все активнее и активнее. Поэтому пока, выбирая тактику в ожидании, раз в 5 минут перезабрасываю. Ну и просто жду поклевки. Редактор субтитров А.Семкин Теперь я расскажу свою версию происходящего на водоеме. Начал я ловить с дистанции 43 метра. И она оказалась немножко близкая. То есть я выбрал слишком близко к под... Ой, не дождался. Выбрал слишком близко к подъему. И вся рыба у меня упиралась и сходила об этот подъем. И плюсом я еще зацепился и все это оборвал. Всю свою снасть. В итоге я принял решение поменять полностью снасть. Я взял длиннее удилища. То есть сейчас я ловлю на удилище 12,6 футов. Вот. И ушел на дистанцию чуть дальше. То есть сейчас я ловлю на 50 метрах. То есть я убрал любую возможность зацепа. Обровку. Соответственно, мне надо было новую точку раскормить. На чем я потерял время. Вот. Но благодаря тому, что я ушел дальше, реализация стала немножко получше. Вот. Той рыбы, которая клевала. И какое-то количество я уже поймал. То есть, в принципе, с тем учетом, что я минут 40 потерял на одной дистанции. И не смог вытащить оттуда ни одной рыбы. Вот. И перешел дальше. И, ну, с десяток я, наверное, уже подлещиков поймал. Плюс две плотвы. Одна вот такая, прям вот такая. Прям вот. Лучше подлещика. Прям вот такая. Прям вот можно одну такую плотву ловить. И прям, ух. Шикарная плотва. Вот у меня, кстати, сколько корма осталось. Это с тем учетом, что мы проловили 2,5 часа. Ну, где-то половину я только выкинул от килограмма за 2,5 часа. И вполне рыба приплывает, рыба стоит. И она как бы поклевывая. Даже с тем учетом, что мало корма. Но в каждую кормушку я беру вот такую вот щепотку мотыля. Такую вот. Ну, это получается где-то примерно половина кормушки мотыля и половина кормушки при кормке. Вот. Ловлю на сербскую пулю 40 грамм. На маленькую такую, 4 клетки. Ее вполне достаточно, чтобы и прокормить леща. И в то же время очень хорошо, чтобы она всплывала и не цеплялась за вертикальную бровку. Пробовал ловить вот на такие вот кормушки. Это огуровские кормушки. Но, честно сказать, они меня не впечатлили. Как раз одну из таких кормушек я ей всадил в бровку. Всплывают вообще отвратительно. Хотя это и пластиковая кормушка. Не знаю. Мне крайне не понравилось. Сделано красиво. Все красиво. Но функционал, скорее всего, только для стоячих водоемов без резких бровок. Вот. Летит, в принципе, шикарно. Все мне понравилось. Но вот всплывает она. Не понравилось как. Вот. На насадку я использую бутерброд обычный. То есть один опарыш белый и два мотыля. Поводок у меня метр. Ушел на 0,1. Тим Дунаев 0,1. Потому что рыба очень резвая. И приходится ее, так скажем, побыстрее немножко вываживать, чем это позволяло 0,0,8. Если чуть-чуть давать слабину, она все-таки умудрялась цепляться за бровку. Потому что бровка здесь прям вертикальная, очень сильная. Ну, поклевки вот они есть. Ну, какая-то мелкая рыба сейчас пришла в точку. Ух ты. Хорошо. Вот. Сразу на старте кормушку не сильно взорвала. И она прям хорошо, что чуть-чуть коснулась. Сейчас я вам покажу, как я забиваю. То есть вот насадка, ее прям видно хорошо. Я беру вот, немножко прикормки черпаю. За ней прям сразу же забиваю мотыля. И сверху трамбовая прикормочка. И получается вот такая вот пуля с прикормкой. Кстати, на улице похолодало. Колечки начали подмерзать. Ну, ничего страшного. Плетеный шнур, в отличие от лески, очень хорошо и пропиливает. И нету проблем ни на вылаживание, ни на забросе. Леска бывает, что когда кольца начинают обмерзать, леска все-таки их не может допилить. И влипает в этот лед. А плетеночку берешь, щик-щик, и получается, как напильником ты ее допиливаешь. И прям шикарно она проходит. И нету никакого сопротивления льда, скажем так. Вот, по крючкам перебрал в разные крючки. От большого до маленького. От тонкого до толстого. От легкого до тяжелого. И пришел, в принципе, к усредненному такому размеру. Где-то, если брать классический Овнар. К примеру, Овнар 5300 знают все. Вот примерно, если Овнар 5300, это 16 номер. Вот такой вот крючок. Средний, тяжелый. И вот такого размера работает сегодня более-менее хорошо. На тонкие, конечно же, клюет лучше намного. Но реализация на них хромает из-за того, что все-таки они тонкие. Опять же, повторюсь, надо чуть быстрее вываживать. И получается... Прямо рыба в точке ходит. Прямо кончик раз. Раз, отклоняется прям. Ну, раз рыба в точке есть, значит, она клюнет. 50 метров дистанция. 40 грамм кормушка лежит. Ни течения, ничего. Правда, сейчас еще ветерок холодный подох, некомфортно становится. Но наклев рыбы, я думаю, это никаким методом не скажется. И клев у нас продолжится. Но, опять же, зимняя рыбалка, это не летняя. И ожидание поклевки может быть и 5 минут. В принципе, я больше 6-7 минут не жду. В среднем 5 минут уже поклевка идет. Либо кто-то трогает на насадку, обсасывает, ты это видишь и вытаскиваешь, перенасаживаешь. Либо идет четкая поклевка, ты подсекаешь. Вот. Но, правда, есть эти моменты, когда ты вытаскиваешь просто, не видишь, а там уже пустой крючок. Ну, вот прям вот видишь. Оп. Так. Он что-то некрупное берет и бросает. Давайте проверим. А, нет, сидит. Свожу позволение, я пристану. Потому что, опять же, бровка, как я говорил, не маленькая. Вот, как вы видите, вот даже вот поклевка настолько была незначительная, что я думал, что просто какая-то мелочь там обсосал и хотел уже вымытый, чтобы просто перенасадить. Оказывается, рыба сегодня просто не настолько активна. В принципе, как и говорил Юрий, вся рыба поймана вот прям за край губы. Она прям еле берет. Единственное, да, вот у меня один заглотил. Это вот единственный, наверное, десятка подлещиков, который заглотил. Все остальные были за край губы. И две плотвые, в принципе, они тоже за край губы были пойманы. Лещик. Уже прямо лещик. И тоже вот я даже отсюда вижу, что за край губы. Опа. Вот такой вот шикарный экземпляр для зимы. Это очень шикарный экземпляр. Такой уже келушничек. И вот он за край губы, прям как я и говорил. Ну, правда, за самую мясистую часть, прям вот как надо. Лучше не пожелаешь. Потому что, если всаживается в верхнюю, либо в нижнюю часть губы, то сойти рыба уже практически шансов не имеет. В общем, вот как-то так. Клев идет. Вот насадочку. Берем одного опарыша и два мотылика. Два. Берем, опять же, мотыля и кладу в каждую кормушку. И по такому же принципу. Сначала при кормочке создаем пробку с той стороны, потом мотыля и пробочкой с этой стороны дожимаем. Все, закинули. Опа. И ждем следующий улыбку. Юрий Анатольевич, пока лещика, заболел. Ну, вот если спросить у меня сейчас, какой способов больше поймает, я вам не отвечу, честно. Почему? Потому что активно клюет, в принципе, как у Юрия, так и у меня. Вот. Оп. Такая поклевочка. И кто из нас понимает больше, ну, просто сказать невозможно. Ух ты, какой прям. Ах, это что было? О, прям такой паровоз. Я не знаю, успел Алексей заснять или нет. Реально, прям как карповый паровоз. Ну, подсека вообще ничего не было. Даже не почувствовал ничего. Задел, наверное. Да, наверное, задел, потому что даже насадка не тронута. Ну, вот как раз вот мне килограмма корма, кстати, хватит реально на 5 часов ловли. Если есть мотыль. Если есть мотыль, да, конечно. Мотыль здесь дает, ну, не половину, конечно, объема, как Юрий до этого сказал. Но мотыля у меня было 400 грамм. Ну, вот килограмм прикормки и 400 грамм мотыля. И результат мы увидим уже позже, когда будем доставать рыбу по с течением 5 часов. Нам осталось ловить полтора. Ага. Лещь. Не знаю, большой, маленький. Я тут поменял снасть. Что-то у меня слезка как-то перестала колевать. Я взял мощную снасть. Еще больше поставил кормушку. Все-таки у меня сегодня задача накормить рыбу. И вот клюнул очередной. Ну, лещь не лещь, ну, подлещик точно. Поклевка такая была. Ну, поклевка-поклевка. Ничего сверхъестественного. Ну, да. Ой-ой, прям сопротивляется. Все-таки для этого времени года достаточно борзые подлещики. Ну, грамм, не знаю, сколько, 600-700, наверное, есть. Опять попался прям четко за губу. Что-то сегодня он никак не хочет глотать насадку глубоко. Опять он какает прикормкой. Могу сделать только вывод такой, что прикорку он ест. Насадку берет неохотно. Что-то ему там настораживает, не нравится. Но все равно поклевки есть, но не частые. Мне кажется, у Виталика, наверное, почаще поклевки. Вот вы поняли, как вот он играет? Вот не успеешь посечь, он сразу включает черный глаз свой. Вот это что-то хорошее. Садись, запутай. Абарай, садись, запутай. Вот вы поняли? Вот как с ним соревноваться, когда он сидит и шаманит постоянно. Хватит ныть, вытаскивай. Блин, вот здесь прям вообще бруховка сейчас прям упер за кормушкой в нее. Ой, даже сплавать не хочет. Карп. Сазан. Сазан. Не, просто лещ. Бронзовый. На пятеру. А Юрик все-таки повернулся, не выдержал. Не, ну я, посмотри, что там. Да такой, ну, что-то больших нету. Ну как, за килошника три я поймал сегодня. Да успокойся. Да вряд ли, в нем не больше килошника. Ну, может, кило сто где-то вот так. Ну, у тебя весы есть? Есть. Если они работают. Мне что-то кажется, в нем меньше килограмма. Прям хороший уже такой. О, пацан. Клюнул. Наконец-то еще. Что-то у меня сегодня с клевом без мотыля не ладится. Я усилил накал, поставил еще больше кормушку. И начал прям дубасить туда прикормки. И на самом деле клев немножко ожил. Вот поймал одного, сейчас еще одного. И еще был несколько хороших поклевок. Но почему-то он не засекся. Но вот пока никак не могу понять, нужен мотыль. Вот когда 40 минут не клевало, я был уверен, что мотыль нужен. А потом я набросал туда еще больше прикормки. И начались поклевки. И тут уже теперь сомнения. Нужен ли? Вот он. Бич мотыля на точке. Я тоже такого поймал. Без мотыля? Да, без мотыля вот такого. А я думал, что не клюет, блядь. Но я могу сказать точно, что более качественная рыба клюет у меня, чем у Виталика. Ну, взвешивания покажут. Ну, взвешивать мы не будем. Мы так посмотрим там. На глазок. Может, даже победит дружба. Но я думаю, что качество рыбы тоже имеет значение. Давай, не отмазывайся. Да. Я еще вот тут сделал еще одну вещь. Я бросил прикорку вот из себя. Ну, так, слегка совсем его слепить. А, это работает, да? И смотрю, что-то у меня, она такая, как суспендер. Все-таки, даже вот в такую погоду, в ноль, прикорка должна хорошо настаиваться, чтобы, ну, весь, все бисквиты, все сухарь, все пропитывалось водой. Но у меня немножко не пропиталось, и я доувлажнил прикорку прям в чашечке и этим докормил. И думаю, что прикорка стала, скажем так, менее инертная, хорошо легла на дно, и подлещик, почуяв это, вернулся на мою точку. Вот, сейчас я тебе посмотрю, сколько мы уже тут ловим. Мы уже ловим 2 часа 29 минут. Это вместе с прикормкой. В принципе, скажем так, половина времени, да? Угу. Надеюсь, что клев все-таки у нас будет более стабильный. Но я не знаю, какой ноль на самом деле на улице, потому что у меня кольца обмерзли все. Если честно. Я в шоке. Но я думаю, ноль. У меня вот тоже одно кольцо, я вижу там льдиночку, но это... Не, у меня все прям, причем такой жесткий уже лед на кольцах. Ну, у тебя кольца маленькие, у меня огромные. Ну, да, может быть. О, вот это поклевище было. О, сидит. Мне кажется, он там втихаря мотыля подсыпал. Ничего я не подсыпал, наверное. Наверное? Не-не-не. Эх. Не, Саша, это... Обровку стукнулся, прям почувствовал, как он шандарахнулся. Я себя держу в руках, Виталий. Ха-ха-ха-ха. Честно, очень хотелось насыпать. Ты не представляешь, как? Да, сошел. Ну, хорошо, что не оборвал. Особенно, когда я пороть начал? Ну, так пороть-то ты не начал. У тебя просто немножко клев активизировался. А пороть начал я сейчас. Да ладно, там две поклевки. Чё, три поклевки, две рыбы подряд. Нормально, с клевым всё, значит. Осталось 35 минут до конца. Юрий тут уже посчитал, что победил. Вот, поэтому съездил в Макдональдс, привёз нам покушать. Я в это время сидел и ничего не ловил. Но я же честный парень. Боремся до последнего. Правда, уже сытые. Но всё равно. Ну, будем смотреть, кто из нас больше поймал. Но я думаю, Юрию это боком выйдет. Поездка в Макдональдс. Ну-ну. Потому что я хоть и не ловил, но я всё равно кормил. А Юрий-то не кормил точку. У меня, кстати, после первого заброса поклёвка была сразу. Ну, это случайно в моём шлейфе. Ну. Против струи, да? По обратке. Она же так по обратку крутит. И как раз. Нет, там нет обратки. С той стороны как раз закручивает тебя. Если серьёзно, то, в принципе, у нас всё по-джентльменски. Да-да-да. Сойди за путь, оборви. Вот это вот глаз Юрин. Вот он только обернулся и сразу рыбу срезало просто. Вот здесь вот. Последняя бровка. И вот как раз полповодка нет. Вот вы поняли, как он? Он не честно вообще. Просто не по-джентльменски. Всегда. Либо оборвись, а не запутай. Либо ещё чего-нибудь. А ещё когда уходил, какие-то заклинания там прочитал. В машине ехал и да. Да, в машине ехал. Там что-то какие-то десептиконы. Что-то там разворотили дорогу. Что-то типа того там. В общем, вот так вот. А вы говорите. Тут тоже шаманы есть. У меня прикормки осталось вообще. Можно ещё, мне кажется, до утра кормить. А у меня прикормки, кстати, вот как раз осталось на оставшиеся полчаса. То есть, с тем учётом, что перед заброс где-то раз в пять минут, ну, как раз вот на сколько-то забросов у меня хватит. Ну, может быть, там крайнюю кормушку пустую кину. Не, ну, на самом деле количество корма, конечно, должно победить. Но никуда ты не уйдёшь от этого. Потому что рыбка любит кушать. Особенно лещ. И как принято считать, рыбу можно перекормить, рыбу перекормить нельзя. Ну, он зацепился там. Есть справедливость на этом свете. Сейчас оторвётся. Я прям почувствовал, как он это... Кормушка куда-то проскочила. Ну, кормушка проскочила. О, ушёл. Стащил. Некрупный, в этот раз помельче. Ну, тут какая? Четвёртая поклёвка. В принципе, все поклёвки были хорошие. Но засеклось только два. У тебя встал немножко, чтобы быть уверенным, чтобы там заодно не зацепиться. Все бровки преодолеет. Вот, начал только возле берега биться. Ну, я думаю, за какой грамм 500, наверное. Да. А, это вообще платва. Хорошая платвичка, размерчик. Откуда она там взялась? Может быть, как раз вот две поклёвки холостые. Это была платва. О, какая. Заглотила очень глубоко. Здесь платва в этом месте редкость. Ну, попадается. Под самое завершение нашего сегодняшнего турнира начали клевать крупные лещи. У меня вот была хорошая потяжка. Не засёкся. И на следующем забросе попался хороший лещ. Такой, я бы сказал, кило, наверное, 300. Кило 200. А Виталик оборвал. Не, срезал вот здесь, на бровке. Ну вот. Что это значит? Надо быстрее крутить катушку. Я просто... Ты на меня посмотрел. У меня рука дрогнула. Вот, поэтому... У меня сегодня минус 10 рыб, наверное. Тогда у меня... Да, у тебя всё, что клюнул, ты достал. Не-не-не. У меня там один или два буквально схода. Не, у меня схода не было. Вот здесь вот на бровке. Вот здесь прямо вот резкий выход на метровую глубину. Где-то с трёх метров сразу вот на метр. Вот здесь вот. Где в 15 метрах от берега. Вот. И самые прошаренные лещи упирались туда. Мордой и срезали поводок. Ну, таких оказалось, наверное, штук 6 или 7. И там оторвано тоже было какое-то небольшое количество. Так вот, кстати, по корму. Корма у меня вот осталось буквально... Ну, сколько тут забросов? На забросов 5 максимум. Ну, можно сказать, что вот на 5-часовую сессию килограмма корма вполне хватает, если есть ещё грамм 400 мотыля. Можно, конечно, ещё опарыша добавлять. Опарыша я сегодня не добавлял. Вот опарыш у меня здесь с мотылём ползал. Ну, какое-то количество, конечно, сюда попадало, когда мотыля брал. Но целенаправленно опарыша не давал. Вот. Опарыш здесь ползал только для того, чтобы на насадку насаживать. Так что можно констатировать, что, в принципе, вот зимой при даже при таком более-менее активном клёве или неактивном, смотря с какой стороны посмотреть, но по десятку-то лещей мы поймали. Может быть, даже и по полтора десятка. Я думаю, полтора должно быть. Поэтому можно сказать, что даже это активный клёв. Для зимы, для декабря. Конца декабря скоро уже Новый год. Мы же до Нового года выпустим? Да. Тогда всех с наступающим Новым годом! Счастья, удачи, здоровья! И ловите больших-больших лещей и очень много. Чувствую, приплыли крупные лещи. Прям перестало движение какой-то на точке. Вообще перестало. Выкачиваю хорошего леща. Такая уверенная поклёвка была. До этого хлыстик дрожал. Видимо, там кто-то задевал нитку. А вот уверенная подтяжка. Я надеюсь, это, наверное, рекордный лещ за сегодня. Потому что, ну, просто бьётся. До этого не было таких, ну, хороших и рывков. Да, прям, ещё не всплыл, пока не вижу. Но, надеюсь, это явно закилошный. Сейчас просто возле берега по дну елозит. Прям видно, что аж муть поднимается. Там бровка осторожней. Может обрезать. Ну, не огромный, но килошник в нём есть. Стабильно. Почему-то в этом году огромных нету таких 2-3. Но вот по килограмму зато попадаются часто. И маленьких совсем нету 150. Это однозначно сегодняшний самый большой. Да не, у меня таких 3 вон валяются. Давай взвесим. Ой, взвесим. Это самый большой, смотри какой. Ну, у меня таких 3 вон они. Да чё ты кому-то рассказываешь? Ну чё, вон они плавают. Да нет у тебя таких. Ну как нету-то вон, если есть. У тебя шипами на лбу был? Ну, то, что у него брачный наряд, это ещё ни о чём не говорит. Марио, красавица, а. Чё-то лещик настолько офигел, что я его наглесили вытаскиваю, что даже не сопротивлялся. Ну, и на этом замечательном подлещике пауза королевская была. Мы в моём лице заканчиваем рыбалку, поэтому обрываем поводок, выпускаем рыбку в садок, чтобы вам потом показать. И всё. Всё. Я закончил. Всё по-честному. Пять часов ловли прошло. А вот Юрий Анатольевич немножко читерит. Да всё, всё. Успокойся. Ну что, вот они наши уловы в ведрах. По полному ведру мы поймали. Теперь посчитаем по количеству. Сколько рыб мы поймали по количеству. Потому что весов у нас, как всегда, нету. Да. Вот. Поэтому приступим. Приступим. Один. Так. Два. Один. Три. Четыре. Четыре. Пять большой. Пять. Шесть. Шесть. Семь. У меня вот одни большие. Восемь. Восемь. Давай. Девять. Девять. Чтобы одинаково. Десять. Десять. Одиннадцать. Плотва. Больше твоего подлечика. Так. Плотва. Хорошо. Так что не надо. Чего? Погоди. У меня тут и вот. У меня двенадцать подлечиков и одна плотва. А у тебя две плотвы и десять подлечиков. Да. Так что поровну. Поровну, как ни странно. Да. Но единственное, что у Виталик, конечно, были сходы. У меня их меньше были. Да. У меня сходов было штук десять. Но по весу, я думаю, что похожий улов. Ну да. У меня просто больше крупной рыбы, чем у Юрия. У меня три вот таких вот келушника. Так. Давай уж не будем мериться. Ну в общем, мы поймали одинаково хвостов рыбы, ребят. Да. Давайте сделаем выводы. Сегодня ничья. Да. Но я могу сказать, что если бы у меня был мотыль, возможно, было бы еще несколько рыб. И также могу сказать, что если бы у Виталика был бы больше корма и больше кормушка, скорее у него тоже было бы больше рыб. Я чувствовал, когда Виталик начинает давать много мотыля, как рыба потихонечку оскакивала. Также я видел четко, что когда я делал стартовый закорм, где-то посередине, через два с половиной часа, у Виталика в этот момент немножко притихло. Ну да, рыба она перетягивалась. То есть если ко мне она перетягивалась за счет мотыля, то к Юрию за счет... Ему надо было постоянно, максимально сильно давать корму. Ну лучше, конечно же, все это делать вместе. Много корма. Ну как много? То много корма, то немножко корма. Чередовать кормушки, добавлять мотыля, добавлять опарыши. Короче, во время ловли все время что-то менять. И скорее это приведет к большему улову, чем ежели упереться что-то одно и ловить либо чисто прикоркой, или чисто там маленькими кормушками с большим количеством мотылем. Поэтому нужно делать все вместе, если, конечно, это возможно. Но если нет мотыля, вы также можете рассчитывать на успех. Юрий сегодня это доказал. Да, я специально это делал, потому что знаю, что во многих регионах России достать мелкого мотыля проблематично. И поэтому вот видите, что можно ловить и без мелкого мотыля. Хотя Москварика считается водоемом, на котором без мотыля ловить крайне тяжело. Ну, возможно. Да, вполне возможно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всех с наступающим Новым Годом. Да, ловите почаще рыбу, получайте от этого удовольствие. И мы будем помогать вам чем только сможем. До новых встреч. А когда мешаете в Хилте, это плюс 50 в карме. Да, разведчик идет, выпытывается. Давай-давай, сейчас я тебе все скажу. Значит, сидишь к воде лицом. Знаешь такое? Ставим лайки, подписываемся. Садись за футу, оборви.